Здравствуйте, уважаемые друзья! В одном из фильмов мы вязали с вами чешскую нимфу, используя вот такую пряжу. По просьбе моих друзей в преддверии зимней рыбалки, да и не только, я покажу, как можно связать, еще имея определенные материалы, но придерживаясь техники вязания чешской нимфы. Крючок мы берем, граб шримп, вот я использую такой, но правда не 10, а 14 номер. Очень удобная модель для вязания чешской нимфы. Вообще по себе сложно как-то классифицировать именно чешская нимфа, на что она похожа. Я это уже отношу в разряд с глубочайшей благодарностью чешским вязальщикам за то, что они именно показали метод, сам метод изготовления личинки. Нанесем немножечко клея. Буду показывать поэтапно, что нам будет необходимо. Я подготовил вот такой кусочек свинца, чтобы с одной стороны он был тоньше, а ближе к другому краю толще. Если у вас по каким-либо причинам, допустим, такого нет, возьмите обыкновенный свинец, который вы покупаете в наборах, и прокатайте зажигалкой, гильзой, ступкой один край по плоскости, и у вас он выйдет так же, как и у меня. Вот тоньше, толще, и выйдет у нас вот такая вот конусность огрузки на теле. Для чего это необходимо? Потому что в основном личиночка сама имеет форму с увеличением грудки. Поэтому, чтобы нам 10 раз не наматывать все это, я обычно это подготавливаю всегда свинцом. Вот нам этого количества вполне достаточно. Хватило, ничего мы не добавляем. поджали немножко свинец, и пока ничего не трогаем. Для того, чтобы более симпатично было у нас тело, я обычно беру потом слегка вот так в одной плоскости наш свинец поджимаю. есть, промажем немножечко, мы клеим. И промотаем нашей нитью. Нить можно брать практически любую. Возьмите та, которая удобна для вашей работы. Для начала, конечно, желательно промотать светлой нитью, так как тело наше будет потом проявляться через свинец. Продолжим по поводу метода чешских нимф. Очень уловистое на основе вот такой конструкции изготовления личинок с пером павлина, фазана, как угодно, и безграничные практически возможности. Любой материал, который, даббинг у вас есть, здесь можно изготовить чешскую нимфу под практически любые свои условия рыбалки. Я немножко вот так промотал. Теперь я буду устанавливать крючок в удобное для себя положение. Будем крепить сейчас с вами определенные материалы. В качестве сегментации это то, о чем я рассказывал своим друзьям и просили меня они, чтобы я это показал. Я буду использовать свинец вот с набора. Он имеет 0,38 диаметр. Это тот, который был куплен мною в интернете. Если у вас, допустим, по каким-либо причинам нет, возьмите проволоку медную, стальную, какую вы захотите, как вам будет удобно. То есть это не является столь принципиальным. Вначале мы с вами должны закрепить вот такую блестящую полосочку, которая тоже продается в наборах. Мы будем изготавливать спинку. Если у вас по определенным причинам такой пленочки нет, я уже показывал вам, что можно спокойно отрезать и изготовить нимфу, используя обыкновенный полиэтилен. Подхватили край нашей пленочки. Теперь стараемся так, чтобы она у нас ровно, без каких-либо перекосов, проверим, облегала наше тело. Есть. Для надежности капнем немножечко клея, потому что пленочка наша очень скользкая. Как и в один из вариантов, когда я изготавливал мушку с использованием такой пленки, я уже рассказывал. Или же наша рыба бросается на нашу приманку или обходит ее настороженно стороной. Поэтому очень аккуратно используйте эту пленку. Она может выступать как в роли хорошего раздражителя, так и отталкивающего элемента. Отломал я кусочек свинца и креплю его здесь же, где закрепил свою пленку. В качестве тела я буду использовать у меня имеется вот кусочек вот такого пера страуса. Их в наборах можно приобрести бесконечное количество, поэтому проблем не составляет. Единственный только лишь вопрос, это в галантерейных магазинах, может вы не встретите вот такого оливкового расцветки перо. Если вам попадется белое, спокойно можно взять фломастер спиртовой, как я уже вам показывал, и взять, подкрасить это перо. Нет никаких вопросов. Если вы хотите изготовить вот такую нимфу, но у вас нет вот такого перышка, изготавливайте из пряжи, из даббинга, из чего вы захотите. Крепим наше перышко здесь. И теперь аккуратненько проматываем по нашему телу, стараемся слегка убрать те неровности, которые у нас возникли в процессе крепления. Сформируем небольшое вот такое вот тело. Опять поставим в удобное положение для нас крючок. Можно наклонять тиски, как вам будет удобно, я переставляю крючок. Выровняем место грудки, так, чтобы она у нас была несколько пышненькая. И там, где у нас закончился свинец, уберем вот этот бортик, чтобы у нас при намотке не соскальзывало перо. Делаем, как всегда, завершающий узел, для того, чтобы наша нить никуда не убежала. И отрежем. В дальнейшем мы будем использовать более тонкую нить, которая будет формировать нашу головку. для изготовления тела берем наше пёрышко и аккуратненько стараемся виток к витку выполнить обмотку. Так как пёрышко короткое, мы возьмем пиродержатель. Можете использовать функцию ротори, можно не использовать. Это как вам будет удобно. Оторвалось. Вот так. И этим пёрышком мы с вами, друзья, должны изготовить наше тело. Если по какой-либо причине, допустим, у вас недостаточная длина пера, можно подматывать раз, два, три, сколько вы захотите. Это уже не является проблематичным. Вот так. Как вы видите, у меня немножечко всё равно не хватает пера, хоть я и взял достаточно длинное. мы сейчас добавим нашего пёрышка. Как вы видите, вот такое получается симпатичное тело. Мы с вами добавили пёрышко, закрепили ещё одну и промотали вот так всё наше тело. Вышел такой симпатичный ёжик. Но, учитывая то, что грудка у нас должна быть выполнена в другом цвете, я подготовил остатки три вот таких вот пёрышка павлина. Если у вас по каким-либо причинам нет, пожалуйста, возьмите даббинг или же обыкновенный, или же тот, который у нас блестящий, хороший, и изготовьте грудку из этого даббинга. хорошо подхватим, закрепим нашу нить, чтобы никуда не убежала. Обычно я для того, чтобы перо хорошо держалось, армирую, но, учитывая то, что мы хорошо покроем плёночкой, и у нас будет в достаточном количестве крепящих, закрепляющих элементов, я не армирую. И проматываем вот так нашу грудочку. закрепим перо и приступим к следующей операции. Установили крючок в удобное для нас положение, и я теперь верхние вот так бородочки, чтобы было более аккуратненько, подравниваю, и теперь беру нашу плёнку. Следим за тем, чтобы она у нас ровненько, если в этом есть необходимость, вот так вот через иголочку подравняем, чтобы она ровно охватывала наше тело. не стараемся сильно пока натягивать, потому что мы её должны с вами вначале уложить и придать ей нормальную форму. Проверили со всех сторон, чтобы охватывала ровненько, и только после этого с вами подхватываем у колечка нашу плёнку. Пару-тройку оборотов, так, чтобы мы закрепили её. Сильно не старайтесь натягивать, так как мы сейчас в процессе сегментирования с вами аккуратненько нашим свинцом всё подровняем. Я делаю здесь обязательно узелочек, так как нить наша опять будет пытаться куда-то убежать. Теперь мы поставим в удобное для нас положение крючок и будем сегментировать тело наше свинцом. Отвели немножечко в сторону свинец. Самое основное это сейчас для того, чтобы мы не порвали свинец, потому что вся наша операция пойдет на смарку. Берем вот так аккуратненько раздвигая наши бородочки начинаем обматывать тело нашим свинцом. Старайтесь сильно не усердствовать, так как свинец сам по себе мягкий. Если вы это будете делать проволокой, пожалуйста, там уже леской, там уже можно усердствовать. в процессе рыбалки свинец у нас не страдает, служит долго, это уже проверено. Поэтому за это можно не переживать. Вот так закрепили окончательно, проходим до самого колечка. И здесь стараемся не под острым углом выйти, а так, вернее, так, чтобы выберите для себя угол захода свинца, чтобы был для вас не сильно вот так как у меня видите вышло, чтобы не было больших перепадов при переходе свинца к головке. Поэтому подберете сами для себя экспериментально. Свинец я удаляю. И теперь для того, чтобы окончательно нам закончить мушку, я беру переламываю замочком наш материал, удаляем не за один раз остатки, на нить нанесу капельку клея и сделаю завершающий узел. Мы с вами закончили вот такую изготавливать симпатичную нимфочку, которая работает практически круглый год. Я вам показал просто одну из техник или же методик, как изготавливать для того, чтобы вы могли дальше для себя развивать творчески. Если мы с вами возьмем остатки пера и с вами добавим здесь усики, а там добавим хвостик, у нас выйдет бокоплав, что-то напоминающее личиночку бокоплава. Поэтому вы сами пробуйте, экспериментируйте с пленками, с расцветкой. Спасибо вам за внимание. До скорых встреч. До встреч. Продолжение следует...